Майдан – это концентрация всего антирусского. Бизнес Луганска. Уголь, торговля людьми, экспорт краденых машин. Бизнес, связанный с автомобилями, курировал ушедший в небытие Бэтмен. Вот так, без лишних объяснений, конфискация автомобиля за то, что был пьян. С флагами фашистов под песенки Магаревичей! В Луганске в 2013 году было около 70 тысяч автомобилистов. Часть из них уехали, спасаясь бегством. Опираясь на показания арестованных бойцов, только батальон ДБР Бэтмен ежедневно изымал у населения не менее 20 автомобилей. Включая склады, автосалонов и частные парковки. В среднем от 600 до 1000 иномарок в месяц. Цена авто на черном рынке занижена в 5 раз. То есть иномарка средней стоимостью в 30 тысяч перегонялась в Россию, а иногда и в Украину, за 5000 долларов. Итак, в месяц один только луганский батальон зарабатывал от 3 до 5 миллионов долларов в месяц. За полгода до 30 миллионов долларов. Новое правило для шахтеров Донбасса. У кого нет автомата в руках, у того нет автомобиля. Русский мир на плечах якутов и кадыровцев Путина. Миллионы долларов на черном рынке отнятых автомобилей. Чем больше батальон, тем больше ресурсов он контролирует. Люди, уголь, машины. И пока предводитель Луганска Плотницкий говорил о возвращении в Луганск крупного бизнеса, у тех, кто осмеливался вернуться, отнимали последнее. Мы вошли в свой дом, мы хотим жить. Он сказал, что жить вы твари не будете. Плотницкий покрывал тюрьмы ГБР «Бэтмен», делился рынком автомобилей и давал зарабатывать на торговле людьми. Единственное, что предводитель простить не мог, это посягательство на кресло главы Луганской республики. Его кресло. Пауки начали пожирать друг друга. Просто сразу тупо уничтожили. Сейчас мы поговорим со свидетелями этого происшествия, точнее этого подлого. Перезвоню. Перезвоню. Негодяйского акта. Перезвоню. Бэтмен жив. Бэтмен остается в наших сердцах постоянно. ГБР не умер. ГБР Бэтмена уезжает. После убийства Бэтмена его батальон отрезали от рынка краденых авто. На комбатов начали охотиться свои же. Нас объявили бандитами. Выдан приказ об аресте. Началось перераспределение рынка. Шевроны никто снимать не будет. Это я отвечал. Пусть кто-нибудь суток снимет. После убийства Бэтмена в Луганске остался только один хозяин. Плотницкий. Серьезную угрозу представляет это действительно Плотницкий, за которым стоят русские. За ним стоят хорошо обученные кадровые российские военные. Человек, поставленный Кремлем вместо Болотова. Свою роль в Минске он выполняет на пятерку. Поэтому имеет право и свою копеечку заработать. Плотницкого в ЛНР у него финансирование идет, во-первых, из России. Они поставляют уголь. Он освобожден от платежей. Не нужны траты на модернизацию, на растаможку. Невероятные ресурсы угля. Угля, который должен был кормить Донбасс, а на самом деле уходит налево. Об этом, не стесняясь, говорят уже сами ополченцы. В Луганской области только в первом квартале 2014-го более половины предприятий оказались убыточными. Общая сумма их убытков составила 18,9 миллиардов гривен. Произошла остановка работы металлургических и машиностроительных комплексов. В дальнейшем это повлекло к остановке смежных коксохимических и угледобывающих предприятий. Как результат снижения электроснабжения. Ваши ставленники, господин Плотницкий, воруют каждый день составы с углем. Лично я сегодня насчитал 164. Большинство угледобывающих предприятий разорено и остановлено. Но те, которые продолжают функционировать, приносят лично Плотницкому доход в десятки миллионов долларов ежемесячно. Чем больше территории ЛНР контролирует Плотницкий, тем длиннее километровые колонны угля в России. Россия он очень выгоден, потому что одно дело привезти из Кузбасса уголю к другому, и дело, когда вот здесь вот он. Марионетка Плотницкий за какие-то полгода стал миллионером. Он прекрасно знает, уже завтра его могут убрать, как Болотова, Стрелкова или Бородая. И уходить с пустыми руками не в правилах бывшего инспектора. Уголевку они прикрывали, обнал они прикрывали, песок и контрабанду. Сверх актуальный бизнес в условиях закрытой границы с Украиной. Дерибан, гуманитарки. То, что попадает гум-конвоем со стороны Украины и России для бесплатной раздачи, попросту продается с прилавков. Деньги на горе простых луганчан. Так называемый народный магазин продает продукты чуть дешевле рыночной цены, преподнося это как благодетель. Необходимо учесть отсутствие любых налогов и то, что в магазин товар попадает из бесплатно доставшейся гуманитарки. Отобранная, скажем, у ритейлерской сети АТБ целую сеть супермаркетов, которые они решили назвать народной. Они там реализовывают в том числе гуманитарную помощь и получают неслабый инновар. Разрушенная инфраструктура, закрытый бизнес, невозможность заработать легально. Луганчане, оставшиеся в плену русского мира, вынуждены продавать последнее для того, чтобы купить необходимое в супермаркетах Плотницкого. Так выглядят преступления против человечности. Дуд-конвои, что-то для показательных сюжетов российского телевидения показывается, раздается. А все остальное идет на рынок, все идет на черный рынок, в сеть АТБ. И это еще не все. Заручившись поддержкой собственной прокуратуры и батальона «Заря», Плотницкий наладил бизнес со своими новыми побратимами по русскому миру. На чеченском спирте запустили Луганова завод. Сотни тысяч литров спирта. Товар, который в разоренном Донбассе, как никогда в цене. Документ вашей семьи, признанный государством Новороссии. Сотни тысяч литров алкоголя. Еще в 2013-м ликероводочный завод Луганова привлек кредитную линию Киевского банка на 100 миллионов гривен. Мощности завода позволяют производить сотни тысяч литров алкоголя. Куда исчез индустриальный Донбасс? Всего за год оккупации город разграбили русские освободители. Сколько стоит главарь Захарченко? Тайные договоренности с Кремлем. Прямо сейчас. Украинские сенсации. Те, кого не подпустили к корыту угля, песка и краденых машин, по-прежнему довольствуются торговлей людьми. О ужасах донбасских подвалов украинским сенсациям рассказывают сами луганчане. Там оценивают бизнес, оценивают сколько у человека есть на счетах, где-то в банках, в хранилищах. Родственникам выставляется сумма. Человек равно сумма. Руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубин не считает, что торговля людьми – системный бизнес, но признает. Цену за человека боевики выставляли неоднократно. Там фигурировала сумма 5000 долларов. Часто требуют деньги за уже погибших людей. Убеждают родных, что их сын или дочь по-прежнему живы. Это не работали бойцы, работали профессиональные мошенники. Одна, обезумевшая от горя, мать сказала, я знаю, что они врут, но я все равно буду перечислять. Начиная от 30 тысяч долларов, это активистам выставляли, и до нескольких миллионов, однозначно, это те суммы, которые за жизнь, за выкуп платят родственники. Однако Луганск окружают менее удачливые для разграбления регионы. Стаханово, Антрацит, Красный Луч, Первомайск, Алчевск. В этих городах свои главари. Они называют себя казаками. Привет! Стаханов стал бизнес-придатком другой группировки, так называемого казачьего батальона Дремова. А где, сука, твой батальон был, когда мы мертвых вывозим? Металлургия? Забудьте. Теперь ее нет. В порыве революционной необходимости заводы порезаны на металл. Добыча угля – то, чем перебивались казаки и пытались торговать налево. Не всегда успешно. Конфликт с Луганском давал о себе знать. Нахрена вы нам нужны? Заработки уменьшались. Прямо пропорционально увеличилось количество пленных в импровизированных тюрьмах. Казацкая жестокость повергала в ужас даже самых рьяных ЛНРовцев. Как господа, ваши приближенные вояки, ваши очевидные бригады забирают дома и квартиры и живут. Философия Дремова – побольше получить от всех. Я пойду в лодке ВВД только потому, что они привыкли отбирать и нихуя не давать. Под Новый год казачий авантюрист Дремов, контролирующий разграбление заводов и угольных шахт, торжественно сообщил – еды в Стаханове нет. Спасибо всем, кто дает эту гуманитарную помощь. А всего месяц назад бравый казак бесследно исчез. Стаханов залечивает раны. Единственный город, названный в честь рабочего, выбрали регулярные войска соседнего государства для плацдарма бронетехники. Разграбленный сторонниками русского мира Стаханов из индустриального центра превратился в перевалочный пункт для русской бронетехники. Атаман Казицын прославился своим циничным отношением к людям. Основной заработок усатого казака – уголь, попытки крышевать остатки бизнеса, торговля людьми. Начали просто пачками кидать людей, в том числе несовершеннолетних, начали кидать в подвалы. Севушная казачья жестокость и бахвальство – то, как запомнят его жители антрацита. Если неуравновешенного Дремова Плотницкий выгнал русскими танками, то Казицына обманул с кремлевской ловкостью. Есть у кого учиться. Вначале пригласил на переговоры, где рассказал про единый кулак, пообещав Казицыну доступ к благам. Есть маленькие детали, но не решаются в рабочем порядке. А после пошел войной на антрацит. Это тоже в стиле новых свободных республик. Казачьему генералиссимусу пришлось поспешно вернуться на место старта, а именно в Россию. Его забрали в Россию, однако его люди до сих пор, они, в общем-то, отчасти контролируют территорию определенную. В результате русской весны вылезшая наружу казачье сумело держать целый луганский регион в кромешном страхе. Чего стоят заявления человека, контролирующего город Красный Луч в Луганской области. А вот как атаман Косогор выражается о жителях антрацита, посмевших не воевать против Украины. Стадо баранов, сидя по своих квартирах, подвалах, не вышли ни на защиту. Еще недавно это был цивилизованный город с общепринятыми законами и правилами. С какой-никакой милицией и, главное, возможностью уехать. Атаман Косогор, привидение из 19 века, стал ужасающей реальностью для тех, кто еще год назад приколачивал русский флаг к козырьку горсовета. Вот что думают новые хозяева города о социальных гарантиях. Гляньте, что сейчас творится. Старики ходят по мусорниках, все пенсионеры сейчас задают вопрос, когда будет пенсия, когда будет зарплата. Нет, ребята, всем пенсии это не будет. Вы радуетесь тому, хотя бы благодарите тех ребят, которые легли. Неблагодарные жители антрацита в ловушке по сегодняшний день. Война православия. Зачистку со стороны братской России избежал и этот персонаж. По машинам! Техника пошла! Алексей Мозговой прославился своей любовью к показательным расстрелам. Приговорите, Дарья Ковцова, к высшей вере наказания. Добро пожаловать в ЛНР. Батальон-призрак. Согласно законам военного времени, к высшей мере наказания – расстрелы. Решение предлагается вынести народу на Боруссию путем голосования. Простым большинством голосов. Дружно приговорили человека к расстрелу. Просьба матери не в счет. Друзья, мать! Пожалуйста, не подъезжай! Люди, поднимите, все хорошо! Расстрел. Показное расстройство психики не мешает мозговому наладить вполне рентабельный бизнес. Уголь, наркотики, дерибан гум-конвоев. Сегодняшними новостями будут городская власть и ополчение. Алексей Мозговой предупреждение о маратюрстве. Бизнес на наркотиках, гум-конвоях и угле был бы невозможен без покровительства Плотницкого. Без покровительства и солидной доли. Сергей Иванов убежден – причина лояльности на поверхности. Что касается мозгового, это совершенно искусственная фигура, аниматор. Он является клоуном, за которым, по большому счету, никакой силы нет. И пока главарь Алчевска приказывает бить плетьми всех девушек, которые посмели ходить в кафе или клуб... ...все девушек арестовывают, которые будут находиться в кафе. Антрацит превращается в сырьевой придаток для личного сейфа самозванца Мозгового и его покровителя Плотницкого. Человеческий ресурс, поставляемый щедрым соседом, не иссякаем. Танков, БТРов и Градов у братской России тоже в досталь. Искренне радуемся. Донбасс больше никогда не будет прежним. Для Плотницкого и Захарченко это уже давно не борьба за русский мир, а борьба за сохранение собственных капиталов. Это одна из наших самых замечательных семейных традиций. Семейных традиций, к которым приложил руку беглый Янукович и семья. Уголь, торговля людьми, распилка заводов на металл, рынок кратиных авто. Вчерашние нищие, ставшие обладателями сотен миллионов долларов. Они уверены в завтрашнем дне. Руины еще недавно мощных Луганска и Донецка, тысячи поломанных судеб, ограбленных и разрушенных домов. И невероятные капиталы, заработанные на этом. Так началась и закончилась сказка о русской весне на Донбассе.